Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в солнечном городе-курорте Анапа. Мы находимся на Пионерском проспекте, 287. Сзади меня находится гостевой дом или отель Антарес. Здесь вы можете отдыхать прямо на море. Расстояния здесь нету до пляжа, потому что он находится прямо на пляже. Есть бассейн, анимация, трехразовое питание с перекусами и алкоголем, мангальная зона, в общем, все, что вам надо для комфортного и прекрасного отдыха. А теперь поподробнее вам обо всем об этом расскажу. Здесь территория огорожена, вход по кодовому замку. И мы попадаем на территорию, в сам отель. Парковочная зона здесь находится в 600 метрах от отеля. Она платная, стоимость покупки 400 рублей. Заходим вовнутрь. Здесь довольно-таки просторно, особенно в начале, потому что дальше там находится бассейн и происходит вся активность. Вот так выглядит сам корпус. Он состоит из двух крыльев. И мы покажем вам сегодня два номера. Один в одном, другой в другом. Потому что у отеля 100% загрузка, друзья. Больше нет просто свободных номеров. Всю остальную информацию уточняйте уже при бронировании. Здесь место для курения. Есть вот такая качель для зоны отдыха. И выходим, как говорится, в сердце этого отеля. Туда, где отдыхают люди. У нас сегодня море прогревается. Но все равно здесь все выбрали отдых на бассейне. Люди сидят за столиками, отдыхают в нашей зоне, и они покупаются в бассейнах. Бассейн имеет две зоны. Здесь детская и взрослая, в которых вы можете отдыхать. С правой стороны имеется бар, в котором вы можете и за отдельную плату прикупить. Какие-то прохладительные напитки. А также здесь для вас насливают алкоголь. Сейчас туда трех вино двух видов наливают вам. Красное и белое. Сладкое и полусладкое. А также есть пиво. С шести до восьми наливается коктейль дня. А перекусить вы можете уже внутри отеля. Мы туда сейчас с вами пройдем. Я вам тоже это место покажу. И сейчас можем наблюдать с вами, как с детьми играют аниматоры в бассейне. То есть развлечения здесь идут тоже постоянно. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я представляю команду анимации отеля Антарес. Мы готовы вас развлекать с девяти утра до десяти вечера. У нас есть как для детей, так и для взрослых развлекательные программы, конкурсы, а также караоке. И все желающие, приезжайте к нам. Будем рады вас видеть. Здесь фоном играет музычка. И возле бара вы можете также посидеть на такой вот мебели и диванах. Бассейн, конечно, очень привлекательный. Но все-таки, ребята, вы прямо до моря доходите. Хотя бассейн с морским воздухом. Тут имеется два душа для того, чтобы вы могли отмыться перед бассейном. И я всех призываю это делать, друзья мои. Потому что это очень важно, чтобы бассейн дольше оставался чистым. И тут есть мангальная зона, раковина перед выходом на пляж. А вот он и пляж. Вот сколько тут? 20 метров и начинаются дюны с песком. Перед тем, как вы заходите в отель, стоит душ, которым вы можете обмыть ноги. Это тоже очень важно. Не несите песок с пляжа в отель. Здравствуйте, как вас зовут? Денис. Откуда вы приехали? Как вам здесь отдыхается? Хорошо отдыхается. Море прогрелось сегодня? Были? Еще пока не были сегодня. Сегодня подал же теплее. Вот с утра прислали 22 градуса. То есть уже будет более-менее комфортно купаться. Вчера, да, 18 было. В целом отель вам нравится? В целом неплохой. По питанию? Нормально. То есть наедаете все самое главное? Да, ну мы еще плюс ходим в город. Выходите, все всякие вкусняшки себе ищите. А по алкоголю устраивается? Да, нормально. Самое главное. Вам хорошо отдыха. Спасибо большое. Спасибо вам, что смотрите. Вот еще. Тоже наши подписчики на балконе. Машите ручкой. Не, не, не. Убежала. Ладно, заходим в отель, друзья. Смотрим, что здесь внутри, с правой стороны, есть зона отдыха, на которой вы можете отдохнуть. Здесь открываются двери автоматические. И мы попадаем на ресепшн, где есть место отдыха. Вы можете посидеть на диванах. Также здесь работает кондиционер и очень прохладно. Если мы пройдем дальше, здесь еще есть дом, местечки, где вы можете разместиться. С левой стороны есть информационный стенд, на котором вся важная информация. И про парковку, где она находится, и про все остальные, даже передвижения по городу, на каких маршрутках, куда ехать. Тут работает телевизор. Далее мы видим вот такой вот стенд. Здесь рисуют детки с аниматорами. И потом каждый день здесь обновляют эти художества. Вот оно расписание мероприятий. С 9.30 начинается все с зарядки. И до 22.00 происходят здесь все активности для детей и взрослых. Проходим в зону перекуса. Здесь есть душевые, чтобы не бежать в номер на первом этаже. Ну и как выглядит сама столовая. Здесь такой вот просторный зал с остеклением по клубу и с видом на бассейн. Чайная станция, термопод. Можно подогреть что-либо. Сейчас будут наполнять уже под обед. Мы с вами сюда зайдем. Но хочется показать именно как выглядит во время перекуса. Здесь соки, есть снеки, сухие завтраки и напитки, йогурты к ним. Также вы можете налить себе вино. Белое и красное, как я и говорил. И чай на выбор. Кофемашина сейчас в ремонте. Поэтому рассыпной такой вот кофе можете себе тоже заварить. В принципе для того, чтобы перекусить, вполне себе достаточно. Пятый этаж. Смотрим номер. Номер рассчитан на 4-х человек. Доступ номер по картам. Также освещение в номере вставляет карточку и оно включается. С левой стороны место для хранения. Сразу видно там до подушка. Место для верхней одежды и сумочница под ней. Сам номер состоит из раскладывающего кресла. Кровать односпальная, двухспальная, прикроватные тумбочки и бранд. С левой стороны есть плитсистема. Напротив кровати имеется стол со стулом. Телевизор над ним. На столе есть набор посуды. Также рядышком стоит холодильник. С этого номера можно выйти на балкон с видом на море. С правой стороны на балконе есть сушилка. С левой стороны у нас стол и стул. И вид на территорию зеленую. Море, пляжи. То есть отсюда сумочечие закаты было с этого номера. Очень красиво. Также номер оборудован своим санзлом. Выглядит он вот так. По прямой у нас душевая зона. С левой стороны имеется унитаз. Далее раковина, зеркало, фен, мыльные принадлежности. Над креслом висит зеркало. В этом номере вы можете проживать как с питанием, так и без. Стоимость проживания с питанием 11948 на четверых. Если вы будете без питания, 7550 рублей. Выбирайте себе, какое вам больше подходит. Я бы, наверное, выбрал с питанием. Потому что все-таки поесть будет стоить на четверых гораздо дороже, если вы будете ходить куда-то с того. С другой стороны не привязаны к месту по времени. В общем, выбирать только вам. Ну и здесь еще плюс алкогольные напитки можно употреблять, которые также относятся к питанию. Перемещение по отелю происходит при помощи вот такой вот лестницы. Здесь подступок небольшой. Ступеньки для 47 размера. Довольно-таки удобные. Также с пятого этажа есть возможность выйти на общий балкон. А есть, ребят, и номера, которые полностью занимают этот этаж. У нас сегодня почти стопроцентная загрузка. Свободно всего лишь два номера. Поэтому мы показываем только то, что есть в наличии. Все остальное уточняйте при бронировании. Либо на сайте. Там есть фотографии остальных номеров. Хотелось бы, конечно, показать больше. Но посмотрим еще один номер. На этажах есть Purifier с холодной горячей водой. А также гладильные доски. Если вам надо, предоставят удобное место для ребенка в виде маленькой кроватки. Это, как всегда, все за отдельную плату. Кроватки выглядят вот так. Четвертый этаж. Второе крыло. Смотрим номер. 141. Здесь доступ также в номер по картам. Заходим. С левой стороны у нас место для верхней одежды. Далее идет шкаф. С правой стороны у нас место для карты под свет. Есть торшеры для подсветки на прикроватных тумбочках. Большая двуспальная кровать. Односпальная кровать. И раскладывающийся диван. Здесь есть и двое маленьких детей. Могут лечь либо на одного человека. То есть номер рассчитан от 4 до 5 человек. Далее есть стол переносной. Стол будуарный со стулом и зеркалом над ним. Также есть холодильник, телевизор, сплит-система. С этого номера выходим на балкон. Балкон здесь у нас выглядит вот так. Есть сушилка. Места много. Есть такой вот стол. Вид как есть, ребят. Еще раз говорю, все номера заняты. Вчера была, представьте, 100% загрузка. То есть в отелях это большая редкость. А в этом году в Анапе, так как мы пользуемся гигантским спросом, загрузка вот такая. Цена динамическая, которую я вам озвучиваю. Поэтому всегда уточняйте сами на сайте. Наполнение шкафа это подушка и плечики. Санузел в номере. Выглядит вот так. Здесь душевая зона, унитаз, раковина с зеркалом. Мыльные принадлежности. Нет вида. Номер, соответственно, дешевле. Стоимость его 5563 рубля. Если вы выберетесь с питаниями, перекусами, алкоголем, то стоимость его будет 9563 рубля. Номера встречаются и такого типа, что вот здесь террасы. Они выходят с видом на бассейн. И на этих шезонках тоже люди могут загорать. Ну и, собственно, можно посмотреть на внутреннюю часть этой территории. А также отсюда есть, видно, зону отдыха у бассейна. Вот так вот у нас сейчас востребованы бассейны. Люди плескаются, наслаждаются и отдыхают в полной мере. Красота. Сейчас начинается обед. Мы с вами посмотрим, что предлагают. Есть хлеб, микроволновка, чтобы подогреть. Есть термопод с кипятком. На первое это суп лапша и щи. Далее идет котлета свиноговяжья с сыром. Крыло куриное. Удон с курицей. Свинина по-барски. Салат витаминный. Макароны. Фасоль с кукурузой. Овощная нарезка. Также есть соус. Сметана, кетчуп, майонез. По соленьям здесь тоже очень богатый выбор. Можете выбрать то, что вам понравится. Есть также сезонные фрукты, соки. Здесь набор снеков и сухие завтраки и напитки к ним. Молоко и йогурт. Также на обед наливают вино, чай, кофе. Взял все, что мне понравилось. На вид, что хотел попробовать. Вот такой вот у меня обед. Я не лопну. Не переживайте. Вы об этом знаете. Сейчас начался обед. Люди пошли на раздачу и набирают себе еду. Прям щи хочется очень сильно продегустировать. С чего мы и начнем, собственно. А не с мясом. Аромат, вау. Очень вкусно и приятно. Кайфово. Реально. То есть без свеклы. Как борщ у нас все готовят, называют. Но здесь настоящая прям вот щи. Без свеклы. Вкуснотища. На столах зубочистки. Соль, перец. Тут есть абсолютно все, что нужно. Невозможно так вкусно готовить. Я очень быстро съел. Меня подмывают такие задобавки. Если мне все те блюда, которые вокруг меня стоят, я, наверное, так и сделал. Разреемся овощами и салатом. Ммм. Сколько бегок. Здесь есть и детские стульчики для кормления. Это тоже очень удобно. Также по студиям. И не с мягкой подкладкой. То есть сидеть вполне себе комфортно. Помидор, редис, фасоль отварная с кукурузой и огурчик. Все так же очень свежее и вкусное. Далее пробуем соленье. Морковка, капуста, огурчики. Я не могу понять, почему на шведских линиях не вижу, чтобы люди активно ели как-то именно соленье. Странно? Но самое главное. Помидор. Разрывайте, спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Видите, что ребята видят грязную подсуду, сразу забирают. То есть уборка происходит моментально. Как я счастлив от того, что я попадаю на все шведские столы. И питание, кстати, везде разнообразное. Ммм. Такие молодцы. Понятно, что удобно. Это такое порционное блюдо. Но здесь они его сделали так вкусно. Смотрите, лапша не слипшаяся. Все разваливается. Очень вкусно. Молодцы. Во идее, она везде разнообразная. Она везде вкусная. Вот честно говоря, ни одно блюдо я еще нигде не попробовал, чтобы мне бы сказал, ну такое себе. Или промолчал. Искренне говоря. После удона хочется честно прямо обвязать тарелку. Не ожидал, что мне настолько понравится. Наса. Какой шашлык, ребята. Мясо вот это. Наверное, одно из самых вкусных блюд этого сезона, которое я пробую. Оно просто растаяло во рту. Видите, как оно легонечко откусилось. А вкус просто космос. Слушай, как ребенка уговаривал. Компот полезный, синий, вкусный. Эх, где мои детские годы? Как тогда было все классно. Напоследок я оставил курицу. Вот поставьте по мясу, то есть кусковое. Вот котлетка у нас. И курочка. Ну, неужели это малый выбор? Курочка тоже разрывается. Все очень классно. Обжаренное. Очень, очень, очень. Можете видеть, что люди приходят, набирают. Все едят, все довольны. Никто не ругается. И говорят, что им там мало, что-то не хватает. Великолепный отдых. Пит и классный. И спокойный. Хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что здесь готовят на большое количество людей, Еда здесь не имеет такого тестового привкуса. Каждое блюдо индивидуально. Очень вкусно, насыщенно. Мне прям очень понравилось. Я начинаю теряться. Я вчера рассказывал о том, что, ой, как тут вкусно. Самый лучший там отель. Сегодня пришел, и здесь не хуже. И попробовал свинью, которую самая вкусная. За все это, за все эти обзоры отеля я ем, в принципе, восхитительно. Меня удивляют все новые места. Очень круто, друзья. А ем я вообще с видом на бассейне. Кто-то там продолжает купаться. Пока другие тут едят. Вот так бывает. Мой любимый абрикосик. Удивимый зритель мой отзыв о питании в этом отеле. Я сначала прям отметил щи. То, что прям очень зашли. Когда я попробовал мясо, я забыл про щи. Представляете, да? То есть это первое блюдо. И на второе блюдо. Можно было взять, допустим, покушать себе щи. Тарелки 3, посоль. Мне очень нравится. У нас здесь тоже очень вкусно. Классно сварено. Не разваливалось. И кусочек нас. Все идеально для обеда. Я съел опять очень много. Для того, чтобы продегустирует всю кухню. И он здесь не попадал в никакой нибудь. В этом щетке стол, где будет тысяча позиций. Потому что этого уже слишком много. У вас на выбор разные виды мяса. Разные виды гарниров. Разные виды первого блюдо. Этого больше, чем достаточно, чтобы накормить самого изысканного потребителя наших услуг и отелей. Поэтому пора отправляться на пляж. Тем более, здесь не выйти не надо. Мы практически на пляже не находимся. Вот только я встаю. Сразу же там на посуду убирают. И мой стандартный фильм тушами перед выходом. Смотрим на раздачу. То есть оленьи есть, фрукты есть, гарниры есть, мясо есть, курица есть, первое блюдо есть. То есть все еще в наличии. И ребята стоят, смотрят и сразу же все пополняют. Приятного аппетита тем, кто остается поесть. Я тут провел полчаса. И можно спокойно душой теперь идти на море, дамы и господа. Наконец-то пространство перед бассейном опустело. Все люди пошли поесть. А мы возьмем с собой какой-нибудь напиточек. Также есть мороженое для детей. И аниматоры здесь для вас крутят сладкую вату. Смотрите, ребятки, вот так вот выглядит коктейль дня. Сюда бы добавился там ром, либо виски. В зависимости от того, какой коктейль будет. У меня без алкоголя, но показать вам, как это выглядит тоже. Думаю, что будет интересно. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Давайте прогуляемся на пляж. Как я и говорил, здесь просто слишком близко до пляжной территории, чтобы вообще рассказывать о том, что есть какие-либо расстояния. Ведь местечко действительно очень классное. Вот они, начинаются дюны. Будем надеяться, что они будут сохраняться и другие места застройки не будут поднадлежать. Тут у нас есть возможность пройти влево, либо пойти через дюну. Влево мы выйдем на пляж жемчужной России. Там по настилам прогуляемся. То есть вполне себе комфортно и легко. Но я хочу подняться на дюну. Прям очень. Потому что здесь видно все наглядно. Вот отель, дюна, море. А это пляж жемчужной России сверху. Красотища, друзья мои. Ветер усилился северный. Его в прогнозе не было сегодня. Я бы поехал покатать на кайте. Прям меняю еще место расположения. С правой стороны пляжи пустые, потому что это детские жемчужины России. Там дети уже ушли на обед. Ну и с левой стороны, как раз таки, жемчужной России. Совет, смотрите. Дальше тут пустая территория. Ее никто не занимает. Там людей всегда гораздо меньше. Дальше у нас Анапа-санаторий. Парус. Селена. Южный парус. Ну и Анапу мы все с вами видим довольно-таки прекрасно отсюда. В правую сторону белые кровли это Мираклеон. Потом опять детские идут. И потом у нас Витязевские пляжи. Хотя и жемчужная Россия также относится к Витязеву. Красота, друзья. Интересно сегодняшние комментарии, какие будут почитать их. Потому что стараюсь, еще раз говорю, для вас. Чтобы максимально у нас было как можно больше отелей отсняты. Вы выбирали уже на свой вкус и кошелек. У нас, правда, осталось еще одно место размещения на завтра. И потом начнутся прямые трансляции, прогулки. Сейчас здесь невероятная красота. Смотришь и хочется в море, друзья. Осталось узнать, какая его температура. Сейчас я спущусь вот сюда вниз. И расскажу вам все дальше более подробно. Хоть через дюны и гораздо ближе на пляж. Но здесь вот вдоль них можно пройти, пойти. Потому что не каждый хочет там лезть по пескам. Я очень рад, что их здесь не сносят. Но они делают это для собственной безопасности. Здесь тоже пытались вот с левой стороны от меня вести застройку. Но в свое время мы вроде смогли это остановить. Хотелось бы, чтобы никаких нового гостиниц здесь не появлялись в наших дюнах. Я вышел на проход как раз в море «Жемчужина». И тут меня встретили ребята откуда? Шишкин лес, Москва. Как зовут? Всем привет, Сергей. Как вам отдыхается? Блин, отлично. В самом деле первый день. Море бодрящее. Но сегодня должно было потеплеть. То есть сегодня аж 10 купались на пляж, да? Да, первый день. Понравилось. Единственное, буквально еще два дня будет горячее. Но там не факт будет чистое и чистое. Но будем на это надеяться. Ну хорошо отдыхать, спасибо, что смотрите. Здесь имеется и квас, и столовая, в которых можно поесть. Вот цену можете посмотреть, что здесь, почему в этой столовой. Тут всегда одни из самых низких цен, потому что мне больше заползли их. Если вы здесь ели, пишите, как вам будет интересно. Также ребята здесь жарят разнообразные вкусности на мангале. Делают соки. Также ребята продают очки и сувениры. То есть все, что вам надо. Даже тапочки. Я себе вчера заказал, кстати, новые. Свои порвал. Бегал по асфальту горячему. Теперь ждем приход следующих. И по деревянному настилу идем к пляжу. Знаем, что море уже чистое, но бодрящее. Хочется уже и море горячего, настоящего. Трафик, как видите, здесь сейчас небольшой. Время на часах у нас час 23. Все прекрасно, дорогие мои. На дюнах мы с вами полазили, красоту посмотрели. Как говорится, теперь надо воспринять душу и сердце. Как я люблю эти места, друзья. Чтобы вы понимали, в детстве находил садик «Жемчужная Россия». Нас вот сюда приводили на пляж. Мы здесь вот на этих самых дюнах проводили время. Я помню сок с трехлитровой ванной, почему-то мне из всего похода до боли он нравился более всего. Дали у нас соседние небольшие теневые навесы, и мы купались в море. Вот такое вот детство, даже в садике было тех детей, которые жили здесь на побережье. В дальнейшем я и здесь ходил часто на море, но чаще между таблеток у нас раньше был проход, потом его забрали под эгидой защиты от кого-то. Кстати, здесь есть туалет по 30 рублей. Меня просили уточнять по домашним животным на территорию отеля вы можете приезжать с небольшими кошечками и собачками. Понятно, что там нибудь тарьеров с собой привозить, но небольшие собаки и коты допустимо. Здесь мы выходим на пляжную территорию. С правой стороны есть бар, в котором нужно и напитки заказать, а также с левой стороны батуты. Имеются теневые навесы с шезлонгами. Здесь примерно у нас ценник 400 рублей. Тут также делают массаж, переодевалки, урны. Все, в принципе, комфортного отдыха есть. А здесь вот, кстати, все подписано. Че почем. Шезлонга 200 рублей с 9 до 2. С 2 до 8 тоже 200. Теневом на полдня 300. Два шезлонга теневом в секции 600 рублей на полдня. Короче, вот все вот так вот. Смотрите, че почем. И еще вот такой вот навес существует. Есть спасательная вышка. Сегодня здесь красный флаг висит. Говорит о том, что спасение прежде всего не ведется. Купание запрещено. Но люди купаются. Я думаю, что это раз таки из-за холодной воды. В этом году пространство для всех отдыхающих здесь очень большое. Вот та самая водяная горка, на которой там был указан прокат. Тут ребята на таблетках катают, бананах. Раз таки катание таблетки мы с вами там наблюдаем. Ну и посмотрите, какое действительно кристально чистое море. Много людей. Прям красота. Обычно это один из самых густонаселенных пляжей. Ну за счет холодного моря многие поехали на экскурсии, аквапарки, на Азовское море прокатиться. В общем, люди выкручиваются как могут в ситуации с прохладным морем, с этим самым обфейлингом. На самом деле это нонсенс. У нас такого не было. И я в шоке, люди в шоке, все в шоке от того, что море стало резко холодным. И не на один-два дня, а на такой довольно-таки продолжительный срок. Будем надеяться, что в ближайшее время, в скором, все уже станет красиво и прекрасно. Ну а нам осталось только понаблюдать, как девушка одевает красиво свои тапочки и уходит из моря. Красота, друзья. Давайте посмотрим, что почем в этом году на прокатах. Прыгулка на катере. Тысяча час взрослый. Детский до 6 лет 500 рублей. Нам будут на тратим банан. 12-18 чавык влазит. 700 рублей человек. Таблетка 2-3 чавыка. 800 рублей человек. Гидроцикл. 2300 рублей 5 минут. 3-510 минут покататься. То есть вот такие вот цены на эти все развлечения. Так что пользуйтесь, отдыхайте и в самороны приезжайте. Но мы ждем потепления на море. Давайте зайдем в саму воду. Ну, кстати, а что по температурам-то? Хожу, брожу. У нас был зафиксирован в конце июня самый жаркий. Сейчас температура 38,9. Мама с ребенком пришли, кинули монетки, чтобы сюда вернуться. Я им этого от души желаю. Видите, желание у людей возвращаться есть. А это самое главное. Ну, почти 39, да, показывает. Сейчас зайдем в воду. О, кстати, а вода-то не такая уж и на контрастах. А это так круто прям. Приехали ребята с банана только что. Слазят счастливые, довольные. Накатались великолепно. Ну и замеряем, сколько что моря наше прекрасное и классное. А вот их монетки лежат. Людей стало крайне мало. Реально, ребята, сами можете видеть, насколько пустой пляж. Я думаю, что как раз таки связано с погодными условиями. Ну и может быть с прохладным морем. Потому что люди не знают, что сегодня вода уже. Гораздо теплее. Надеемся, что больше не будет. Но, в принципе, у нас море уже прогрелось по всей поверхности. Поэтому таких холодных явлений уже не должно у нас происходить. По крайней мере, мы на это очень сильно надеемся. Желаю вам всем всего светлого, ясного и прекрасного. И приездов к нам на море почаще. А я же вам не показал, да? Стою, болтаю. А какая же температура воды? 22,4. Красота и фантастика. То есть сегодня, почему людей мало? Может быть, не знания, может быть, еще какие-то моменты. Но хотелось бы, чтобы все вернулись обратно. Потому что такие пустые пляжи я, честно, никогда не видел. Просто посмотрите. Практически никого нет. Это при кристально чистом море, теплом море. Это оверстранно. Такие дела. По отелю, ребят, шикарный. Вот мы отсюда видим его корпус. Место, вы можете, через Дюну перешли, там вышли возле таблеток тоже. Я в этом году тут не ходил, но обычно там еще ребята прямо возле таблеток отдыхают. То есть прошли, вышли на ту территорию и отдыхаете, наслаждаетесь. Ну, либо, как я вам показал, в Дюнг сюда. То есть максимально близкое расстояние. Великолепная еда. Очень хорошие номера. И есть разными характеристиками все под ваш бюджет. Сами видите, насколько он востребован. Поэтому жду вас в комментариях. Всех тех, кто любит покритиковать, написать, что так, что не так. Мне, честно, очень понравилось. И при этом он не налазит на Дюны. Он был построен еще очень-очень давно. И стоял там раньше тоже как круглая гостиница. Агата, по-моему, она называлась. Сейчас там морские рифы или что-то такое название у нее. И он даже глубже, чем ее территория, стоит. То есть СССР еще в то время эти места тут осваивал. А вот следующие, кто там лезут, их бы хотелось, чтобы администрация вернула, как говорится, в реальный мир. И строительство это было завершено. И все, лишняя с пляжа убрана. Такие дела. Для вас, как всегда, море, дорогие друзья. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok